Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Английские ученые убеждены, что европейские дикие кролики во время выкапывания своих нор поддерживают почву в состоянии, которая идеально подходит для жизни и размножения других видов. И без общественно полезной деятельности кроликов они бы, вероятно, вымерли. Исследователи пришли к этим результатам в рамках работы над проектом «Зыбучие пески» «Шифтинг Сандес», который является одним из 19 проектов Англии по спасению вымирающих видов. В рамках работы проекта ученые смогли в рекордных количествах восстановить некоторые виды, например, они спасли несколько уникальных растений и насекомых. Польза диких кроликов для экосистем стала очевидна не так давно. Они разрыхляют землю во время копания нор, и это помогает выживать редким растениям, например, редким видам базилика и полевой полыни. Также это благотворно сказывается на увеличении количества особей мотылька вида ногчуарбона и других насекомых. Однако постепенно численность кроликов сокращается, и их самих даже внесли в Красную книгу как вид, находящийся под угрозой исчезновения в их родном регионе на Пиренейском полуострове. Чтобы увеличить количество кроликов, власти Великобритании рекомендуют землевладельцам помогать этим животных, создавая на своих участках оптимальную среду для обитания. Это несложно, нужно всего лишь складывать кучи из срубленных веток и формировать насыпи. Результаты трехлетней работы проекта показали, что эти способы эффективны. Кролики начали проявлять большую активность. Наша работа поспособствовала увеличению активности кроликов в значительной степени. В 91% случаев на ветках, которые выложили специально для них, обнаружили царапины от когтей, а в 41% случаев там нашли готовые норы, рассказали английские ученые. Всего было восстановлено более 100 образцов редких растений, создана и реабилитирована среда обитания некоторых видов на 12 участках. В результате численность 7 видов растений, птиц и насекомых увеличивается. По оценкам экспертов, это очень хорошие показатели.